Приветствую вас, Мария. Ну, если кратко, то вам нужно пережить свои чувства, которые вы испытываете по отношению, например, к потере близкого. Без этого, вероятно, будет крайне сложно как-либо двигаться в этой ситуации дальше. То есть, вы ваше не пережите чувства. Сейчас вам мешают как раз таки адекватно воспринимать людей других, да, и вот то, что группа девушек попалась вам, вот, в горячую, грубо говоря, руку, а то яркий, там и примет. Как вы сами сказали, Вами было реализовано подавление своих чувств. Вами было реализовано. Подавление своих эмоций, да. То есть, вы себе это подавляли, вы себе это запрещали. Вот. И, значит, соответственно, по какой-то причине все это вы делали. То есть, какая-то вот причина была у такого выбора поведения. Почему-то вы считали, что действовать подобным образом вы права не имеете. Хотя, почему не имеете? Ну, большой вопрос. А, значит, поработать с тем, чтобы вы могли позволять себе, а, значит, проживать чувства можно и нужны. Это первое. И когда и если вам это будет сделано, я думаю, что, в общем, куда легче будет проживаться и ситуация с девушками тоже. Но, при этом, есть важный нюанс. Дело в том, что ненависть к этим девушкам у вас могла возникнуть не только по причине, но и по другой причине. Например, с ними связаны какие-то ваши желания. С ними могут быть связаны какие-то ваши потребности. Может быть, вы завидуете им, потому что они позволяют себе то, чего не позволяют и себе вы. Такое тоже может быть. И сравнивая себя с ними, конечно, подобное сравнение, да, подобное, ну, подобное сравнивание, оно... не в вашу пользу получается. И данный аспект, на мой взгляд, ну, ни в коем случае нельзя сбрасываться в счетах. Потому что это важно. То есть, дело не столько в том, что вы как-то вот на них переносите свои непрожитые эмоции, непрожитые чувства. Но... еще и в том, какие желания просыпаются вас, когда вы, например, так сказать, сталкиваетесь, да, с ними, с девушками. Вот. Вот. Может быть, вы, там, сравниваете себя с ними, может быть. Есть еще какой-то момент, какой-то нюанс. Не столь, это уже важно. Вот. Конечно, не может мне броситься в голову то, что распределяете вы вполне себе без драйва относительно относительно того, что происходит с вами. Но в конце своего сообщения, да, вы говорите о том, что надо бы надо бы от триггера избавить. Ну, это, конечно, довольно негативный момент. Потому что избавляться вам ни от чего не нужно. Именно избавляться вам ни от чего не нужно. Потому что вы испытываете ровно то, что у вас необходимо, вы испытываете ровно то, что испытываете и избавляясь от подобных проявлений. Ну, вы мягко говоря ничего хорошего ничего хорошего себе не даете. мягко говоря. То есть, мягко говоря, вы ну, не несете себе пользы, не действуете себе на пользу, когда вы да, вот как раз пытаетесь от чего-то избавиться. Вот. Дальше. Значит, такое вообще бывает, да. Мы пытаемся защититься, приносим негативные эмоции на другие вещи, которые с ними не связаны. Да, такое бывает. это правда. Что вам делать? Вам нужно как я и сказал, вам нужно заниматься психотерапией. психотерапевтическая помощь. Потому что только через психотерапию вам будет в принципе помощь. только через психотерапию к сожалению. То есть, ага. Именно вот эм работа, именно работа с вашими чувствами именно работа с вашими переживаниями, проживания этого проживания своих эмоций поможет вам перестать реагировать на девушек и на какие-то еще другие вещи, которые я уверен тоже могут быть триггером для вас. это все конечно необходимо прорабатывать. Потеря, в частности, потеря близкого человека это травма. вы пытаетесь быть сильным в прямом смысле этого слова сами говорите, что подождали свои чувства и вероятно у этого есть какие-то причины и основания, но потеря близкого дается крайне тяжело, потому что у нас изменение отношения к смерти крайне такое крайне негативно что наши люди не умеют не умеют адекватно относиться к смерти нас люди и смерти воспринимают как что-то страшное как что-то ужасное как что-то неестественное отсюда вот собственно такие вот переживания по поводу потери близкого сектора например в странах Азии допустим в Японии или Китай там отношение к смерти совсем другое дело что там люди живут в условиях например постоянной угрозы смерти и там люди к смерти относятся философски там люди не боятся смерти ну нас как бы нас люди смерти к сожалению боятся очень сильно вот и это как раз после войны вот ну после второй второй мировой войны такая тенденция пошла что про смерть говорить нельзя вот и из тех пор как раз тенденция вот тенденция сохраняется вот а бойцы мертвых это все это справит ну то есть вот не жизнеспособно да это уже немножко другое вот кому это выгодно это тоже вопрос конечно вот кому это выгодно для кого это выгодно выгодно вот вот что именно вот а в общем а как бы идея здесь заключается моя в том что а нужно а прожить вот именно что прожить смерть а вот а далее огромное сделано что домашних проблем напряжение и защитие это что такое по сути вот ну это по факту вот по факту это проблемы личных границ у вас то есть неумение пользоваться своими силами да то есть неумение ну рассчитывать вот свои ресурсы да свою энергию вот неумение в том числе например говорить нет я не буду этого делать нет я не хочу этого делать нет я устал там так далее в том что касается эээээ... это обжи может быть может быть требовать это не эээ ну не обязательно что-то так может быть что-то проблема с мотивацией. Я не очень понимаю, зачем я это все делаю. К примеру, я не очень понимаю, зачем мне это все нужно, я не очень понимаю, кому это все нужно. Потеря мотивации это достаточно такая серьезная проблема может быть для человека. Но в любом случае все идет о том, что вы как-то вот не совсем грамотно распределяете свою энергию и свои силы. Дальше, я научил, я держал все в себе, копил эти негативные эмоции, в течении долгого времени давал и в выходе пытался абстрактироваться. Запрет. Здесь имеет место быть. Запрет. Вы вот запрещаете себе выражать свои чувства. Это связано с, в том числе, отношением к чувствам, к своим эмоциям. То есть вот у вас какое-то отношение к своим эмоциям, мягко говоря, негативное, да. То есть вы можете считать это слабостью, можете бояться их выражать, особенно если есть опыт такого негативного, да, проявления. То есть если есть опыт негативного выражения твоих чувств, то есть опыт просто негативного опыта, проявления эмоций. Когда, например, вы, допустим, свои чувства выразили, а вам, к примеру, сделали больно, вот, из-за этого или там, не знаю, вы стали себя хуже чувствовать гораздо, вот. Проблемы там какие-то вот у вас, ну, появились, да, вот, с людьми, близкими. Вот. То есть, ну, что-то было, что-то было, что научило вас вот как раз не делиться, не делиться своими шутками, скрывать их. Ну, почему это, это уже вопрос немножко другой, почему так получилось. Вот. Дальше, смотрите, есть у вас некоторая трудность, Мария, и личная ответственность, если говорить, что жизнь меня столкнула. Ну, мне, честно говоря, немного сложно, конечно, вот, сложно представить себе, как это, как жизнь вообще вот вталкивает, да, кого-то. То есть, ну, как-то получается, что жизнь, жизнь кого-то вталкивает. То есть, то, на мой взгляд, жизнь никого вообще сталкивать не может. На мой взгляд, жизнь не способна кого-либо вталкивать. На мой взгляд, люди, ну, сами как-то вот действуют, люди сами совершают какие-то действия, люди сами ответственны за свои поступки. Вот. И то, что, то, что, ну, как-то вот у вас есть тот опыт, который есть, да, то, что у вас есть, есть вот те трудности, которые есть у вас. Вот. Ну, это дело не в жизни, на мой взгляд, а дело именно вот в том, какие, ну, какие вы выбрали для себя решения. То есть, вот, это, на мой взгляд, это, на мой взгляд, это на мой взгляд. А жизнь, то, что вы, ну, на жизнь, на жизнь это переносите, ну, на мой взгляд, здесь вы рискуете просто оказаться в ловушке, такой вот ловушке, такой ловушке казаться. Дальше, эм, так, значит, эм, думаю, мои большие проблемы, так, чувствовала депрессия, вял создался угнетение, все должно было, все должно было чувствовать из-за больших проблем. Ну, ну, что вы имеете в виду, говоря про депрессию, честно говоря, не совсем понятно, что вы имеете в виду, потому что депрессия – это заболевание, вот, психическое заболевание, и диагностироваться на врачу, лечиться врачом тоже, то есть, как вы у себя депрессию обнаружили, диагностировали, ну, честно говоря, не совсем понятно, вот, ну, все остальное, это, вполне естественно, при, вот, ну, при том, что вы описываете, да, более чем это адекватно. Неприятно, 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 конечно, конечно, то, что неприятно, но более чем адекватно, на мой, по крайней мере, взгляд, по моему мнению. Вот, так, дальше, значит, так, неплохо, больно, тяжело, долго отходить, ну, тут мы смотрим, что именно происходит. Все, Мария, вроде бы на ваш вопрос ответила, надеюсь, что полезно было, желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...